Андрей Владимирович, подскажите, пожалуйста, как понять современное искусство? Вот смотрю на все эти картины, пытаюсь сопоставить глубокий смысл с тем, что на них изображено, и ничего не получается. Может быть, нужно стараться лучше? Надо лучше стараться. На самом деле понять искусство можно только в динамике его развития. Если вы пытаетесь просто понять, что он изображено на картине, то неважно, смотрите вы на Леонардо да Винчи или вообще на какую-то античную статую, или на современное искусство, это всегда очень лобовой взгляд. Искусство – это некий процесс. Как человек менял свое ощущение жизни, то, что в этой жизни значимо, как он воспринимал… Это же отражение в любом случае какого-то актуального момента. Вот авангард, который приходит к нам в начале 20 века, это же вообще гремящая перемена. Все в этот момент смешалось. Индустриальный век, так сказать, входил в свою такую болезненную фазу. Это одно. А потом была эпоха постмодерна, когда такие высокие ценности, красивые смыслы были разрушены. В отчасти потому, что войны оказались такими изобличающими наши слабости и пороки. И, с другой стороны, плюрализм мнений, информационная такая широта взгляда, она разрушила многие такие фундаментальные нарративы о человеке, о чувствах его и так далее. И поэтому появилось это современное искусство, в котором вот все такое разрушенное. Сейчас вообще искусство превращается все больше и больше в такую игру человека с непонятным цифровым пространством. Когда мы смотрим на эти произведения, это запечатленная история, в которой есть вот все, начиная с первых геометрических рисунков Древней Греции или Египта и заканчивая современностью. Вот если вы историческое сознание способны имплементировать свой взгляд, вы увидите, что есть прикольное, интересное в современном искусстве.